ПОЭМА Невеличкая вёска у одну улицу. Выглядала непривятно. И непритульно. В улице была ровная и широкая. Амаль, что неколя кожной хаты лежали кучи бервенню и гнили. Али никому не приходила у голову положить вкладышку хоть супраць своей хаты. Кабляга было пройти праз болота, по яким топилася гэта в улице. Сёння о дописанных Якубом Колосом у романе «Пинкавицких пейзажев» не засталося амаль ничего. В далёком забытце и поляшутские лапти, и конские запрешки, и чаротовые хаты. Розные меркования об узросте вёске выказывают краезнавцы. И разные владельники менялись уёй. Курцевичи, Сапеи, Шляхтиц Йельски, граф Бжастовский, легендарный род Скирмунтов. В каждой хате были рыбаки. И этим гонорились. Жили родами. Были роды безручковых, лоевых, бабычёвых, гниденных, гущенных. Подметность Пинкавцов, что вот эту годность они никогда не страчивали. И они не сгинались. И завсёды ценили у иншим человеку. Тые же якости, какие были у них. И еще и зараз пригадывают многие факты с життя вёске минулого ста годзя некоторые его жихары. На прикладу памяти 92-х годовой коренной жихарки Пинкавича у Любови Михайловны Козич еще шмат подей, об яких сегодняшняя молодь может доведаться только из книг и архивных звездок. Как я в Рею был, я бачила. Но я не вдавала. Гитлер и Сталин, где пшеницу разбили баржи, где на Припяте. Сюда и пароходы ходили, все. Розбили пшеницу, все расплылось. Пшеница потопилась, а солдаты плавали. Быть обьюнив кокурцы. Ну, этих солдат считают, что вороны раздобли, а что где пригребли. И так оно было. Миновата с рассказа у старейшего поколения памятают мясовые жихары такие трагичные падеи у житей везки. У вогненные везки, якие были спалены фашистами в час войны, неподалеку от везки Пинковича находится везка Вулька. И вот везку палили разом с жихарами, то пинковцов согнали. И они сами мкнулись быть разом. У церкву все они молились вельми щира. И чулися навык крыльки. Можно только отчуть жудость и жах тих людей, которые находились в церкве. Нельга покинуть паза увага имены людей, якие урозные часы прославляли везку. У 1926 годе вядомый белорусский мостак Язеб Дроздович зарабил малюнки пинковицких святыняв. А у 1934 годе життю везки у фотоздымках увековечила легендарная американская вандровница Луиза Арнер-Бойт у Радженко-Пинковичаў. Литература знавца Любов Тарасюк написала свыж 200 навуково-методышных работ по национальной эдукации культуры. И урэшці – Дзень сёняшні. Дзень великих здязненьев и неурымсливых предприимальникав. На сегоняшній день на території сельсовета находиўся много учреждениў и організацій. Имеўца ЦРМ и ПМК ОАО «Пинскводстрой». Имеўца от Пинск-Древа фабрика матрасов и Мас-Мебелэнд. Йест частное унитарное транспортное предприятие «Пинотранс», «Пинский свеклопункт». Кроме этого, група компаний «Медтехника» и закрытое акціонерное общество «Медтехника». Однак не сакрэт, што пэлная частка жихароў вёскі основным заработкам своім лічыць выросшыва неогароднины – огурки, помидоры, перац, зелянина. Растим мы лук на пиро, как говориўца. Сорт выращиваем в этом году «Ветрость». Очень популярный, хороший сорт. От него пиро толстенькое, прочное, но и горькое. По пинковицких мерках ў господарцы горбачевскіх памеры цяплиц невеликие. Усягу толькі чатыры соткі. Але на іх – великие спадзяванні. Зі імі звязаны і пэлны клопот. Работа начинается рано, уже с января месяца. Уже это все давно посеяно. В середине января – начале января. Бессонные ночи, тяжелые ночи, дни тяжелые. Это все сеется сначала, потом это все распиковывается на стеллажи. Один раз, второй раз, потом это все высаживается только на огород. Это уже апрель, май месяц. У семьи Кавалицких амальт два гектары земли занята подранней огородненой. Недавно продпрымальнія земляробы взялися яше за вырошування тюльпанов. Этот сорт называется пинквист. Он считается в тюльпанах ранний. Он выходит, как мы видим, из-за теплицы, что, ну, раньше все. Зрелость мы определяем по а-бутону. Если бутон набрал краску и довольно больших размеров, то мы его срываем. По словам Кавалицких, первый год показал, что тюльпаны – культура текавая, и займаться на полесье ее можно и навод в арта. Посадили мы 30 тысяч тюльпанов 20 сортов, начиная от розовых, классических желтых, заканчивая там фиолетовыми, красными, ну и всякой остальной дальше экзотикой. Свои тюльпаны, а ли уже штучные, у стенах районного центра творчасти детей и молоди вырушиваются маленькие пинкалцы. Гуртки по самых розных густах и интересах працуют у дитячей и юнацкой установе. Соправдная семья у семь сотен хлопчиков и девчонок объедналась тут. В центр творчества я хожу уже с 1 сентября. Уже много чего сделала, и орхидеи, и розы разноцветных. Сейчас я тружусь над тюльпаном, чтобы подарить его маме на 8 марта. Я пришла, чтобы делать разные поделки, украшения. Мне это очень сильно нравится, и буду дальше продолжать ходить. Мы здесь делаем ниткографии, лепим из пластилина, делаем открытки, делаем сов. Декоративно-прикладная творчасть, хореографичная, мастацкая и выявленная швейная мастерня, занятки по принципах волонтерского руху и целое множество інших накерунков. Многообразный спектр образовательных услуг по различным направлениям реализовывается через организацию 59 объединений по интересам не только на базе центра, но и в 24 школах Пинского района. Около 80 объединений по интересам работают, функционируют в субботний день. С метой формирования национальной самосвядомости и патриотизму працюе во установе и один в области музея пионерской славы. Выховать достойного грамадянина, адукованную особу задача и головной навучальной установы населенного пункта Пинковицкой среднеэдукационной школы, якая носить имя Якуба Колоса. Убежден в том, что из стен нашей школы выйдет еще очень много достойных специалистов, которые будут прославлять свою малую и большую родину в разных отраслях сферы народного хозяйствования. Однако в учеба в учебой аллеи проактивный отпочинок не треба забываться. Эту истину добро засвоили наведывальники Мясового сельского дома культуры. У нас 8 кружков и 4 любительских объединения. Детские есть кружки, есть и взрослые кружки, детские кружки, 3 танцевальных. Это эстрадного танца «Ритм», народного танца «Веселка» и просто ритмического танца «Кружок». И все же особливый гонор установы фольклорно-этнографичный гурт «Крыницы». Уже 30 годов радует прихильников своей творчостью коллектив под кировницей Игоря Няхайбы. Мы танцуем, поем, еще мы выступаем. Я уже хожу сюда 3 года. Мы здесь поем, танцуем. Мне здесь нравится. Уникальный обрад «Праводная неделя» справляю Цюпинковичах. 4 года тому на основе собранного у Мясового насельства материалу традиция святкования «Праводной недели» была одроджена работниками Дома культуры. И теперь подобного обраду не иснуе на просторах всей Беларуси. Без умов на шмат провожих песен, незвычайных цикавостей и достойных установ есть у Пинковичах. И хочется верить, что с тягом часу духовная, культурная и материальная спадшина Жихаров-вески будет только богатеть. «Праводная неделя» 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 Продолжение следует...